Сегодня мы расскажем вам легенду о загадочных землях города Новосибирска. Они волшебным образом исчезают из владения мэрии и обретают новых хозяев. А бюджет города недополучает сотни миллионов рублей. Участок на Димакова у федералов выпросила мэрия. Мотивы были самые благородные. Давайте нам земли, мы устроим здесь сквер. И в 2017 году земли отдали городу Новосибирску. А местные жители так и стали называть этот участок. Сквер на Димакова. Шло время. Участок вроде бы себе спокойно стоял, ждал, когда до него дойдет очередь на благоустройство. Однако буквально недавно, в январе этого года, вдруг выясняется, что участок обрел нового владельца. Самое главное, как это произошло. Загибайте пальцы. Тихо, через цепочку посредников, без объявления о торгов и по заниженной цене. Коррупционное бинго! Итак, в 2020 году участок на Димакова переходит от мэрии к акционерному обществу Новосибирское агентство инициативного развития. А затем уже агентство, согласие мэрии, продает этот участок обществу с ограниченной ответственностью городок. Говорящее название. Мэрия утверждает, что торги были не нужны, потому что продажа прошла по рыночной цене. За 2,5 гектара на Димакова было заплачено 154 миллиона рублей. Но постойте, совсем рядом был продан участок 0,25 гектара за 50 миллионов рублей. Считать нам будет очень удобно. Просто умножьте на 10 и получите рыночную цену участка на Димакова, близкую к настоящей. 500 миллионов рублей. Плюс-минус, конечно. Но в любом случае это в разы больше, чем заплатили. Продажа земли на Димакова – это сотни миллионов рублей, недополученных в бюджет города. Мэр Анатолий Локоть объяснил заниженную цену с заботой о горожанах. Мол, если бы продали дороже, то инвестор сделал бы все возможное, чтобы отбить деньги и построил бы там жилой дом. А мэр, мол, этого не хочет и поэтому продал тому, кто построит там некий досуговый центр. Тут, во-первых, вспоминается старый советский анекдот про доброго Ленина, который мог бы и бритвой полоснуть. А во-вторых, участок является зоной специализированной, малоэтажной, общественной деловой застройки. Можно строить до четырех этажей, строить можно парки, скверы, а вот жилье строить нельзя. Поэтому, когда мэр говорит, что продажа участка с аукциона может привести к застройке участка жильем, мэр врет. Но кто же извлек из истории максимальный профит? Бюджет недополучил денег, мэр вынужден оправдываться. Кто выиграл в истории? Так вот, по данным «Контурфокуса», ООО «Городок», которому продали сквер на Димакова, принадлежит предпринимательнице Евгении Салимова. Жителям Академгородка знакома эта фамилия. Оскару Салимову принадлежит торговый центр на улице Ильича. Что ж, будем надеяться, что досуговый центр на Димакова не превратится в торговый, как это уже неоднократно было в истории нашего города. Если вы думаете, что это единичный случай, то спешу вас разочаровать. Это обычная практика. Земли мэрии постоянно уходят новые руки на удивительных условиях. Нужны еще примеры? Пожалуйста. 2017 год. Застройщики Ясного берега, ООО «Аквасити», заказывают проект планировки, который утверждает мэр. Согласно проекту, по их участку проходит дорога общего пользования. Дорога – это прекрасно. Пока звучит здорово. Раз дорога общего пользования, то мэрия имеет право ее изъять. «Аквасити» и мэрия договариваются. Мэрия забирает землю под дорогу, а взамен выдает муниципальную. Мы, вроде как, меняемся, и никто ничего не теряет. Вот тут начинается самое интересное. Планируемая дорога делится на пять небольших участков. И мэрия выдает взамен тоже пять участков. География впечатляет. Улица авиастроителей. Территория возле микрорайона «Чистая Слобода». На Южно-Чемском жилмассиве. На Плющихинском жилмассиве. Зоне изъяленения у микрорайона Акатуйски. С точки зрения обывателя, выглядит логично. Поменяли один участок на другой. Но мэрия на этом участке ничего, кроме дороги, построить не может. А застройщик получил землю под строительство пяти магазинов. А мир неравный. Стоп. Причем из магазина, спросите вы? ОО «Аквасити» входит в концерн «Мета-прибор», который занимается не только жилищным, но и коммерческим строительством. В частности, на данный момент концерн строит в городе несколько супермаркетов «Лента». По размеру, местоположению и назначению участков можно утверждать, что участки выменивались именно под строительство супермаркетов. Что получил со всей этой сделки с обменом участков застройщик? Пять участков под магазины. А что получил город? Пять участков под будущую дорогу, на которую у мэрии даже пока что нет денег. Сейчас город заплатил за землю под дорогу, а в будущем еще раз заплатят за ее строительство. Следующий пример. Взгляните на эти слайды. Нет, это не кочующий цирк Шапито. Это кочующая автостоянка. На улице Обской построили в 2018 году стоянку. Через полгода ее разобрали, а в 2020 году построили точно такую же на соседнем участке. Зачем? Это старая схема, которая очень давно работает в городе. Участок берется застройщиком под социальный объект. Например, стоянка или спортивно-досуговый центр. Очень нужное для жителей сооружение, поэтому город-то дает его без торгов. За небольшую арендную плату. На участке строится халабуда, любое хлипкое сооружение, лишь бы выглядело как строение. Далее оно вводится в эксплуатацию, а потом участок укупается за 15% от кадастровой стоимости. А это примерно 5-10% от рыночной стоимости. Удивительно, но закон позволяет так делать. Потом халабуда сносится и строится полноценный жилой дом. Землю можно укупить сразу под жилую застройку без всяких схем. Но тогда застройщик потребовал бы гораздо больше денег. И гораздо больше денег пришло бы в бюджет. Вот еще пример такой же схемы. Со спутника хорошо видно, как застройщики по кусочкам отгрызали зеленую зону у парка имени Кирова. 2017 год. Обратите внимание на размер зеленой зоны в парке. 2018 год. Зеленая зона существенно уменьшается. На месте деревьев в углу парка появляется участок с якобы спортивным объектом. 2020 год. А где же спортивный объект, под который застройщик получил участок? Его нет. Вместо него теперь жилой дом. И дом уже, очевидно, не снесут. И последний на сегодня. Гороложный спуск на Выборной. Замечательное место, чтобы спуститься на лыжах вниз с ветерком. Однако пока в этом месте опустилась низ только наша мэрия. У этого спуска изначально были отличные перспективы. В конце нулевых годов участки на нем были внесены в генеральный план города как спортивные объекты. Участки изначали в зоне ЛД-4. Проще говоря, под спорт. Тогда казалось, что все супер. В начале десятых начинается нарезка земель. Из участка побольше выделяют участок поменьше, а потом из него нарезают еще меньше. В результате появляется участок номер 32. Он в аренде у двух компаний. Первая. Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду. Вторая. Спортивно-оздоровительный клуб Альбатрос. Звучит вроде логично. Спорт, здоровье. Все соответствует назначению. В 2014 году Альбатрос выкупает земельный участок номер 32 в собственность. Имеет право. Так как на участке находилась их недвижимость, административное здание, оздоровительный центр и подсобка. Выкуп участка Альбатросом происходит 30 октября. А уже 11 ноября право собственности на него переходит коммерческой компанией ООО «Сибленд». Такая скорость перепродажи буквально кричит нам. Что дело тут нечисто. В 2015 году решением Совета депутатов участок был перезонирован из спортивной зоны в зону ОД-1 – общественно-деловой застройки. «Сибленд» меняет назначение участка номер 32 на жилые многоэтажные дома. Потому что теперь участок в зоне ОД-1, а там такое строительство уже возможно. В 2019 год Совет депутатов возвращает участок обратно в зону спортивных объектов, как и положено по генплану. Ну, кажется, все, да? Совет депутатов ошибся, но исправился. И все вернулось, как было. А вот и нет. Есть один нюанс. Собственник делит земельный участок на пять небольших. Четыре из которых явно предназначаются под многоэтажное строительство площадью примерно по 0,35 гектара. И теперь собственник желая получить взамен участки для четырех многоэтажных жилых домов, которые он и собирался построить. Тут даже не пришлось строить времянки, как в парке Кирова. Чистая магия бюрократии. Претензии к городу на участки под жилые дома появились из ниоткуда – из-за некомпетентных действий мэрии. В 2021 году мэрия изымает обратно у застройщика четыре участка, которые сама же продала в 2014 году. Площадь, изъятого назад – 16 тысяч квадратов. Взамен застройщику предоставляется 19 тысяч квадратов земли на Гусенобродском шоссе под жилое строительство. Застройщик получает даже больше земли, чем у него было изначально. И сразу с коммерчески выгодным для застройщика зонированием. Не под спорт, а уже под жилые дома. Эти примеры наглядно демонстрируют, насколько неэффективно осуществляется управление самым ценным городским ресурсом – землей. И какой ущерб это наносит городу. Сначала землю продают без торгов под спорт-объекты. Потом перезонируют под жилье вопреки генплану, предполагая уничтожить зеленую зону. А потом решают выменить обратно в обмен на участки под жилую застройку, то есть уже задорого. Зеленые зоны и спортивные объекты – это самая ценная городская земля. Их необходимо сохранять любой ценой. Их застройка вызывает самые острые конфликты. Наша мэрия похожа на алкоголика. Наркомана. Это кокаин. Это стимулятор жизни. Который выносит из дома последнее и продает за копейки. Ушлые застройщики скупают землю по бросовым ценам. Страдаем в итоге мы с вами. Бюджет недополучает денег. Город застраивается не пойми как. Зеленая зона уничтожается. Качество городской среды падает. А что мэрия – денежная котлетка на закусе от застройщиков – полностью прикрывает ее аппетиты. Подписывайтесь на наш канал. Вместе заставим мэрию работать для жителей, а не на аппетиты чиновников.